Одним из главных туристических городов Абхазии является Новый Афон. Это старинная архитектура и значимые христианские объекты. Это уют маленького приморского городка. Это красота гор, которой можно любоваться с побережья и наоборот, любоваться морскими просторами и видами ландшафтов, взобравшись на горные высоты. Глава города уже 13 лет работает на приведение курорта в порядок и говорит о главном достижении администрации. Хвастаться может особо нечем, но мы постарались в первую очередь сплотить народ в городе. Мы не делим никого. Вы знаете, кто в какую партию входит, кто в какое видание и тому подобное, мы на это особо внимания не обращаем. И все возможное сделаем, чтобы сплотить всех жителей города Новый Афон. Это первая наша задача. Уходят, приходят президенты. Обычно, знаете, назначают новых глав администрации. Я считаю, что это как бы не особо хорошо влияет на ситуацию в городах и районах. Если честно, на самом деле я экспериментов не делал. Я с той командой, с которой начал работать, я по сегодняшний день стараюсь работать. И иногда попадают такие ситуации, что не совсем получается так, как мы хотим. Несмотря на то, что потрачено много сил, здесь еще видны разрушенные объекты, каких немало. И если сразу хочется задать вопрос, когда произойдет восстановление, то второй вопрос, как именно оно произойдет. Ведь среди афонских домов и санаториев есть объекты, которые полностью поменяют облик и стиль города. Если в них вставить пластиковые окна, как делают многие, кто просто спешит к сезону сдать больше и больше новых койко-мест. За неимением финансов, фактически все историко-архитектурные христианские памятники сегодня как бы находятся в том состоянии, в котором, можно сказать, они находились после войны. Желающим что-то построить в городе, приходится объяснять все на пальцах. Дело в том, что у нас плана строительства города и по сегодняшний день отсутствует. Знаете, вот трудно было на самом деле послевоенное время, особенно тот период, что я вот работаю, трудно было людям объяснить, почему здесь можно и здесь нельзя. То, что, например, если это является историческим памятником, памятниками имеется в виду истории христианства, архитектуры, без разрешения управления историко-архитектурного наследия республики, к этим памятникам не имеем отношения, хотя они находятся на территории Афона. Мы без их одобрения, мы никому ничего не разрешаем делать. Тем не менее, частники строят помещения для проживания туристов, их питания и прочих обязательных курортных составляющих. Происходит урбанизация этого места, что не нравится местным жителям. Они ведь помнят еще довоенный Новый Афон. Это что-то, что не нравится, то дело другого рода. Ну, а что нравится? То, что было нравится, а что осталось. А то приехали, что дикие все, когда же настраивали, когда хватали, что это не пройдет. Просто не нравится. Тихое, безлюдное место называлось. Люди жили, как хотели. А сейчас не проживешь. Никто никого не знал. Он оправит, русский, катарин. Место разделяют. Туристы, конечно, в основной своей массе считают по-другому. Такого не видели. Он разрушенный, пол разрушенный город. Здания много, заброшенных зданий стоит пустых. Без хозяев, без никого. Дома есть, видели жилые дома, в которых окна там, пустые окна. Рядом живут люди, высотка там, когда высотка стояла в поле. Самое основное – это природа, но и, конечно же, не мешает подтянуть инфраструктуру региона. То есть отремонтировать здания, чтобы они не стали пол разрушены. Но склоняются к мнению, что приятнее смотреть на то, что передалось через века. Старые, которые были советские, здесь же, наверное, в то время был шикарный курорт. Если их реставрировать, чтобы хозяин нашелся. Помимо самих жилых кварталов, здесь есть и горные окрестности, в которых тоже находятся немало объектов, интересных для туристов. Первый раз в новом афобе? Первый раз ездили три котла смотреть. И как? Отлично вообще, я спустился до уровня первого котла. Нырнуть не решил всегда. Что, по вашему мнению, не хватает в городе? Или всего хватает? Ну, насчет города не буду говорить. А вот там в каньоне вроде туристически интересное место, но очень много мусора, свалка прямо из бутылок, пакетов. Исторически, фактически, Афон – столица Абхазии. Афон, как бы, можно сказать, как православный центр Абхазии. Хочется вот это все, понимаете, как-то вот сохранить, сохранить, да, и в будущем, чтобы Афон был таким туристическим и, опять-таки, паломническим таким центром. Вот, как вы знаете, в Афоне тут и монастырь, ну, еще и самое главное – храм Симона Канонита, грот Симона Канонита. Тут и цитатель Абхазского царя в 8-й и 10-й век. И хочется, знаете, вот по кругу вот этого всего, ой, сохранить это все, но как, насколько это получится. Главное, знаете, хотение людей есть, пока Мяс не касается личностного. Когда, опять-таки, переходит на личностное, все, как бы, знаете, уже по-другому начинают. Ну, слава Богу, Афоне есть понимание, и я думаю, что мы все возможное сделаем сегодня. По поводу конкуренции между руководителями главных курортных направлений Абхазии Феликс Даутия говорит. Просто в этом направлении надо работать. Больше рекламы, больше баннеров. Даже на территории Российской Федерации, на территории Абхазии, опять-таки, по дороге, например, реклама гостиниц, реклама таких вот объектов, более посещаемых и тому подобное. Ну, в этой области можно соревноваться. А какой глава администрации сегодня, извините меня, не хочет, чтобы его бюджет пополнился, таковых, наверное, я не знаю. Проблема реставрации Афона еще и в том, что не всеми объектами заведует администрация города. Знаменитая железнодорожная станция Псырцха, вызывающая у восторженных этим строением туристов уже извечный вопрос, почему в таком состоянии, находится в ведении запоминающегося своей безбюджетностью управления Абхазской железной дороги. А здания санаториев и гостиниц в собственности тех, кто не очень-то и спешит приводить их в порядок. Ну, знаете, дело в том, что вот те объекты, которые на самом деле вы видите, вот эти объекты являются далеко не муниципальными. Они, эти объекты на балансе госком имущества. Насколько я знаю, этот вопрос фактически мы каждый раз неустанно ставим перед руководством страны, а также перед руководством госкомитета, на чем балансе эти объекты стоят. Чтобы восстановить эти объекты. Это не только объекты в таком маленьком городе, как Новый Афон, вы представляете, наверное, в центре города, например, здесь пару таких объектов, которые площадью занимают более полутора х таров зимней. Это, конечно, с таким же вопросом и обращаются наши гости. Но, насколько я знаю, эти объекты находятся в аренде. В аренде, ну, когда они приступят к этим работам, чего они ждут, я, к сожалению, не могу ответить. В любом случае, Новый Афон – это то место, в котором можно прикоснуться к истории христианства. Увидеть старинные каменные сооружения, окунуться в настоящий отдых всем телом и душой. Это и есть изюминка Нового Афона. Новые или отреставрированные здания домов и гостиниц не должны мешать такому процессу. А для этого необходимо понимание их владельцев и строителей о сути города Новый Афон для сохранения вековых стилей и архитектуры этого, несомненно, великолепного места. От того, что где-то война, не хотелось бы радоваться, чтобы нам больше отдыхающих приедет. А вот хочется везде, чтобы был мир. Люди, везде есть люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова